Всем привет! Вы смотрите самый классный, интересный, красочный и веселый. Выпуск шоу Титс. В нашем первом сюжете мы расскажем вам о самых ярких киноновинках. Приступим! А сейчас пора рассказать о мартовских киноновинках. Весна 2013 обещает быть очень интересной. Первый мультфильм «Семейка Крут». Действие фильма разворачивается в доисторическом времени. Консервативный глава общины Краг, после землетрясения, уничтожившего все его поселение, он вынужден покинуть свое место жительства вместе со своей семьей. Во время переселения он встречается с кочевником, который очаровывает племя Крага. И особенно он нравится его старшей дочери. Но тот не намерен терять авторитет. Я разберусь с этим. Эрнест и Стелестинов «Приключения мышки и медведя». Большая дружба начинается с Малва. Она маленькая мышка, а он огромный медведь. Она ребенок, а он взрослый. Она мечтает быть художницей, а он поэт и музыкант. Они живут в разных мирах. Для обитателей мышиного царства нет ничего более дикого, чем подружиться с большим плохим медведем. Да и соседи вряд ли поймут, зачем водиться с мышкой. Но какое ты парочкой – дело до условностей. Разница в размерах, исторических предрассудков и культурных барьеров. Это были все киноновинки весны. А мы продолжаем. В нашей школе телевидения проходят самые разные и интересные мастер-классы. Один из них – рок-вокал. Наш преподаватель Ковесина разучивает с нами разные необычные песни. Давайте узнаем, как это происходит. Всем привет! С вами снова мы, ученики школы Hello TV. Сейчас мы находимся в стенах нашей школы телевидения. И хотим приоткрыть вам наш занавес. Мы приглашаем вас отправиться вместе с нами на урок вокала, который проводит замечательный педагог Кристина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш урок подошел к концу, и он прошел на отлично. Наш педагог Кристина научила нас многому новому. Мне тоже очень этот урок понравился. Он такой был позитивный. Почувствуем себя очень классно. А теперь мы зададим пару вопросов нашему педагогу. Какое у вас настроение после урока вокала? Мне очень понравилось наше занятие. Наши дети очень талантливые, очень позитивные, очень открытые. Безусловно, было очень приятно с ними позаниматься. Кристина, многие педагоги утверждают, что научить петь можно кого угодно. Так ли это? Да, конечно, я согласна с тем, что можно абсолютно каждого научить петь. Обычная отговорка для непоющих людей, что и медведь на ухо наступил. Так ли это? Или это ошибочное мнение пения? Конечно, я считаю, что это не так, потому что очень профессиональный педагог в состоянии раскрытия внутренний потенциал каждого человека. Просто нужен индивидуальный подход. Что значит научиться хорошо петь? Самое главное, это когда ты вкладываешь чувства, вкладываешь эмоции, чтобы отнести хорошее настроение. Кристина, существует ли польза от занятий вокалом для здоровья? Если да, то какая? Конечно, это очень полезно для организма в целом, потому что это улучшает дыхательную систему. Также вокальные упражнения очень полезны для дикции. Это развивает музыкальный слух, раскрепощает, делает человека ярче и раскрывает его внутренние возможности. Урок прошел просто незабываемо. Мы играли, веселились. О Кристине мы хотим сказать огромное слово. Спасибо! А с вами мы не прощаемся. Мы продолжаем! Звездные мастер-классы это всегда хорошо и интересно. Особенно, когда они проходят у нас в студии. Именно об этом наш следующий сюжет. Всем привет! Сегодня у нас в школе телевидения проходит очень крутое мероприятие. А именно мастер-класс от талантливого актера Михаила Казакова. Полюбившегося всем в роли Полежайкина из сериала «Папиной дочки». Все ученики школы уже собрались, чтобы посмотреть на именитого гостя. Я думаю, нам тоже стоит подпишись. Михаил Казаков – герой сериала «Папиной дочки». Илья Полежайкин – актер известного детского киножирнала «Ера Лач». Сегодня приехал к нам, чтобы поделиться опытом прохождения кастингов и преподать уроки актерского мастерства в телевизионном мире. Мастер-класс, давай с тобой дружить. Ты как друг будешь мне давай списывать, я как друг буду тебя защищать. Меня никто не обижает. Правда? Эй, очкастая, иди-ка сюда. Я согласна. Очень приятно. Рот закрой, животное. Я уже говорила, что мне нравится точность ваших формулировок. Со скольки лет я стал актером? Друзья, мне было 6 лет, и первый раз в жизни я попал на сцену. Это был Олейников и Стоянов, они приехали к нам в город Тверь, я сам в Тверь. Был целый зал детей, молодежи, взрослых, стариков и так далее, и там подобных. И была ситуация, когда им нужно было кого-то позвать на сцену. Они вызвали меня. Каким-то образом, я не знаю почему, но первый раз, когда я вышел на сцену, я понял, что Опа, нифига себе, ты делаешь движение, за тобой все следят. Ты делаешь другую сторону, движение за тобой все следят. И я понял, что это прекрасно на самом деле. Это прекрасно, и это непередаваемо. Все же, наверное, на сцене побывали, да? Ничего, у вас сегодня еще будет возможность. Поверьте мне, я ее вам с удовольствием дам. Это будет очень весело. Вот, и после этого, это был вообще первый раз в жизни. Дай бог, чтобы не клеилось клеймо. Ну, допустим, идет кастинг какой-то, да, и люди сидят, думаю, интересно, на какую бы роль его, вот, кого бы найти на эту роль? А, точно! Ну, помнишь, этот дебил из «Папинных дочек»? Конечно, чтобы его не позвать. Он ждет и бил. Вот это на самом деле проблема. Тебя уже вряд ли возьмут там на роль, например, какого-нибудь вот такого персонажа, который будет именно таким вот образом объяснять, будучи генеральным директором, какой-нибудь консалдинговой компании, как правильно жить в этом мире, ты знаешь? Да, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Михаил, скажите, как вам наши ученики и атмосфера, которая царилась сегодня на мастер-классе? Слушай, потрясающие ученики, дай бог, еще не раз встретимся, и я надеюсь, что когда-нибудь я с ними поработаю на сцене. Это правда. А что вы хотите пожелать людям, которые в совершенстве хотят овладеть актерским мастерством? Ну, как самый главный фактор, это, естественно, никогда не остановиться перед целью, и самое главное, что не становиться совершенным-совершенным. Правда. Это опасно. Это очень опасно. Я таких видел. Мне безумно понравился мастер-класс. А тебе? И мне, ведь Михаил очень веселый, обаятельный человек. Мы узнали много нового, и это точно пригодится нам в будущем. А с вами были Алина и Лера. До встречи в эфире. Пока-пока. Герои! Вы смотрели нашу программу шоу. Это был мастер-класс. Смотрите нас и комментируйте. До новых встреч на Хеллоу-Севе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. И куда-то в сторону. Вот сюда. Боюсь еще раз. В нашем первом сюжете мы расскажем вам о самых ярких киноновинках. Приступим! И что опять? Большого класса ты смеешься? Давай, ты видишь его. Смотри в него. Поехали, работаем. В нашем первом сюжете мы расскажем вам о самых ярких киноновинках. Приступим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok